Что, корейцы могут обманывать? Есть ли смысл ждать полтора года? Деньги есть, а машин нет. Просто корабль. Конфиденциальная информация. Привет всем голодными сыты, меня зовут Коля. Я живу в Корее. Добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас очередная интересная тема, к которым большинство моих подписчиков, конечно, не привыкли. Но так как у меня 40% это мужская половина, я хочу немножко разнообразить контент тем, что буду снимать иногда про автомобили. Сегодня мы выезжаем в Сеул для того, чтобы посетить автодилер Кия. И в этом мне поможет Валерий Юн. Тот самый Ю или Юн? Просто Ю? Бизне? А вообще же Юн у нас нет? Нет, почему? Есть корейская фамилия Юн. Вы уже встречались с Валерой в предыдущем видео, в котором мы снимали новые модели Рено-Самсунг. Ну, вернее, уже Рено-Чатун-Чак-Курея, потому что Самсунг свои акции продали. Теперь это полностью Рено. Сейчас мы отправляемся в Сеул, в район Тандемун. На дорогу уйдет примерно час-полтора до... Да, это полтора часа. Час сорок даже, несмотря на то, что сегодня выходной день. И, по идее, машин должно быть меньше. Пока мы толкаемся в пробки в Сеуле, я решил задать некоторые вопросы, которые связаны не только с Рено-Самсунг, но и, в принципе, и в Киа такие же условия, и в Хёндэй. Каска необязательная, да, условия при оформлении, ну, при покупке в кредит автострахования Каска. Да, любое страхование по желанию клиента, значит, какую хочет, какую может и этот делать страховку. Мы не заставляем. Не мы, не Киа, не Хёндай. То есть это на... На усмотрение, да, клиента. Ну, это неплохо. И также налог на покупку авто и переоформление тоже 7%, да, независимо? 7%, 7% с хвостиком, независимо, это везде. Киахи у меня и там... По-моему, на авторечке тоже так? То же самое. То же самое. Единственное, там суммы меньше выходят. Почему? Потому что сама цена автомобиля. А вот, допустим, если покупаешь машину, там, гибрид или электрокар, там есть какие-то льготы по вот этому налогу? Льготы есть, да, они каждый год меняются. В этом году, например, насколько я знаю, значит, вот эта госпомощь при покупке электромобиля около 8 миллионов. В прошлом году было где-то 12. А там как-то зависит от модели, от комплектации? Там-то модели есть, которые, там, ну, условно, 30 миллионов стоят, там, 40 миллионов. Есть, которые, там, уже больше. Нет-нет, насколько я знаю, нету. Единственное, зависит от места проживания. А, диски. Где-то больше, где-то меньше. В Сеуле, я так понял, меньше наоборот. Например, вот, госсубсидия на покупку помощи на водородную вот эту, вот эту, Nexo. Ага. Самая большая сумма помощи, это фасони. Кингидо фасони. Бансани поменьше. То есть, это зависит от густонаселенности того или иного города, скорее всего? Ну, честно говоря, не могу сказать точно, почему. Ну, они там считают, наверное, что это выходит. Где-то больше, где-то меньше. Самое меньше в Сеуле, почему? Почему, Валера, мы едем на Тон-де-Мун? Не сам Тон-де-Мун, там рядом, насколько я помню. Почему? Потому что у меня там работает мой знакомый хороший, мой партнер, значит, дилер Kia Motors. Вот сейчас мы поедем, познакомимся. Он все расскажет. Ну, я через, уже многим помог приобрести Kia, через него. Очень хороший такой достойный мужчина. Слово держит, соблюдаю время. Ну, положительно. И при этом комиссию тебе платить не надо. Нет-нет, конечно, не надо. Ну, я просто уточнил. Нет-нет, да. Цена, она будет такая же, как в любом автосалоне. Единственное, наверное, все-таки нашим русскоязычным будет легче через меня работать. Потому что, в плане, в плане, да, не надо там, что-то это заморачиваться. Но машину, если он работает в Сеуле, нужно будет в Сеуле приезжать, забирать? Машину забирает, обычно забирают у меня вот на швей, нашли чехами. Вот где-то был в салоне, там есть, там сзади, короче. Обычно там забирают. А доставки там до дома нету. Доставка до дома тоже есть, но все-таки я вот хочу сказать, что желательно это получать у нас. Ну, мне, по крайней мере, легче. Потому что там мы же делаем такие работы, как тонировка, регистратор. И там уже мы можем это отследить за качеством. Потому что, если даже машину отправлять куда-то в Мусан, да, там могут, они тоже делают хорошо, конечно, но опять-таки я не вижу вот это, как они сделали, что сделали и там. А что, корейцы могут обманывать? Ну, не то, что обманывать, а человеческий фактор, он есть везде, как бы, да. И кто-то может, ну, не то, что обмануть, а не что-то неправильно сделать еще и что-то. Нет, я просто угораю, а то мне пишут, что вот корейцы прям такой идеальный народ, что они там не обманывают и так далее. На самом деле это те же самые люди. Конечно. И мошенников среди них тоже хватает. Ну, очень много, очень много азартных там людей, и мошенников, и аферистов, и еще что-то. По большому счету, те, кто именно зарабатывает честным грудом, будешь там клеить ту же тонировку, еще что-то это вполне... Ну, тем более, вот по работе очень мне нравится здесь работать. Почему? Потому что не надо подписывать там договоров каких-то, еще что-то. Просто сказал, они, значит, на слово верят, и мне тоже приходится верить, и пока таких, как бы, косяков не было. Или, наверное, сказать, яксукке. Так же в том видео про Renault Samsung я говорил, что SM6, если заказать, то неизвестно сколько ждать, потому что не хватает сейчас микро-чипов, и сейчас около трех месяцев. Около трех месяцев. И оказывается, с Kia Hyundai тоже такая проблема на некоторых моделях. Даже еще хуже, с Sorento, если заказать сейчас Sorento, например, наверное, ждать около года минимум, а так может быть уже и полтора. Сейчас поедем, узнаем, кстати. Обалдеть. Да, более свежая информация, потому что месяц назад был уже год, год и два месяца, время уже, да. А цена от этого как-то меняется? Цена, к сожалению, будет меняться, если даже человек заключает договор сейчас по данному прайс-листу. Получается, даже если цена через год поменялась, повысилась или понизилась, то он будет платить уже по реальной цене, по прайс-листу, там, на день выхода автомобиля. Дешевле они и навряд ли будут цены, ну, значит, уже повышенной такой проделательной цене будет. При том, что Kia Hyundai каждые там 3-4 года у них выходит рестайлинг, не знаю, есть ли смысл ждать полтора года? Ну да, и вот поэтому то, что сейчас очень долго ждать новую машину, сейчас на вторичке цены тоже поднялись. И это все из-за дефицита микрочипов? Да, не хватает микросхемик, микрочипов, и поэтому не хватает машин. А где вообще микрочипы эти делаются? Микрочипы, они делаются по всему миру, но, видишь, опять-таки, какой-то, я не профи в этом деле, но, насколько я знаю, есть какой-то вид именно таких микрочипов, которые делают только в Нидерландах, 80% вот этого производства в мире делают Нидерланды, значит, 20% делают в Японии. Но даже японское качество вот этих чипов, оно сильно уступает, и никто в мире, даже там такая страна, опять, в Америке, да, допустим, гораздо-то она не может делать эти чипы, поэтому это не так легко, вот как бы все говорят, а мы это на самом деле очень тяжело. И из-за этого цена дорожает на автомобиле, наверное. Не дорожает? Это как-то отражается на цене? Ну, на цене, конечно же, сейчас вот эти вот нынешние события последние, поэтому вот, конечно, на это... И плюс еще по корейскому закону сейчас ввели вот дополнительные фишки такие по безопасности автомобиля. Там автоподтормаживание, вот эти препятствия, когда видят сзади, 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 поэтому цена выросла вот за счет этого цена. Не просто так выросла, а именно то, что там там допом что-то появилось, как в базе, без кипов. Мы только что встретились с дилером, корейцем, который продает непосредственно эти машины. Но так как сейчас обеденное время, уже полвторого, поэтому мы решили начать съемку вместе с ним с обеда, с трапезой обеденной. С трапезой обеденной. Он не ел, и мы, в принципе, тоже не ели, а дорога до Сеула заняла примерно два часа, поэтому пришли сейчас поесть в это заведение, которое находится позади меня. Называется он Pengchev Chinese Restaurant, то есть китайская кухня. Погнали! Мы заказали порцию танцуюк, также еще чадянмён и чампун, который готовится. На Панчан у нас танмуджи, маринованная резька, и вот это я не пойму, что это из чего сделано, но вкусно. А вот чадянмён, лапша соусом чадян. Менеджер из Киев говорит, что здесь очень вкусно готовят. Но здесь видно то, что, знаете, такой соус, он более густой. В других местах он жидкий. И танцуюк. Это свиные брусочки, обраденные в кляре с соусом из овощей. Это вкусно. Это К5 и К8. Здесь было 5 машин пару дней назад. Но из-за того, что машин просто не хватает из-за дефицита микрочипов, те, которые были в наличии, их тут же забирают из салона. То есть не из завода, а те, которые здесь в шоуруме стоят, их забирают. Скидка на такие машины вообще там сущие копейки, вроде до 500 тысяч вон. Но из-за того, что машин на всех не хватает, люди готовы брать машины из шоурума. Вот такие вот дела. Деньги есть, а машин нет. Машина, которая представлена в шоуруме, стоит 30 миллионов 500-30 тысяч вон. Это К5, седан, двухлитровый двигатель, автоматическая коробка передач, 22-го модельного года, комплектация Ноблесы. Ноблесы – это предмассималка. Есть еще, вроде бы как, Сигнейчу. Проходим вовнутрь. К5. К5 очень нравится мне, потому что у нее и интерьер, и экстерьер очень молодежный. Смотрите, столько лакированного, блестящего, глянцевого пластика. Но, пока она новая, выглядит это очень зачетно. Но со временем, скорее всего, здесь уже появятся царапины, и не совсем будет красиво выглядеть это. Климат-контроль, навигация. Так, заводить не буду машину, потому что, ну, сказали, в салоне лучше не заводить. Круиз-контроль, все, короче, фишечки. Система тоже GLONASS, здесь уже присутствует. Вентиляция, подогрев сидений, подогрев руля. Здесь электрический ручник, мертвые зоны, 360 обзор. Ну, вот здесь шайба вместо рычага коробки передач. Как я уже вам давеча говорил, эта машина стоит 30 миллионов 530 тысяч вон. Плюс 7%, 7% это налог на покупку машины и переоформление. Вот так выглядит приборная панель, она полностью электронная. И большой навигатор, здесь, наверное, больше 10 дюймов. Сел я позади себя. Знаете здесь сколько? Здесь три мои или три с половиной моей ноги еще поместится. Это просто корабль. Ну, в принципе, и сзади ничего нету. Розетка есть, USB и воздуховоды для задних пассажиров. Колонки, стеклоподъемники и все. Это все из фишек. А, еще видите, комплектации не настолько богатые, что здесь даже нету подлокотника. К-5 я вам кратко показал. Багажник открывать не буду, вы и сами все прекрасно знаете. Столько обзоров на нее снято уже. Переходим к А8. Начнем с багажника, потому что он открыт. Запаски мы не видим, никаких дополнительных. Здесь ниш ничего нету. Да, скутно. И вон там получается лючок, где расположен подлокотник, тоже откидывается. Здесь зато уже есть кнопочка. Нажимаем и не нажимаем. И не работает. Давайте пройдем машину почти за 50 миллионов вон. Попадая в салон этого автомобиля, мы сразу ощущаем, что сели в автомобиль классом выше. Тут у нас двухцветный комбинированный салон. Белые сидения, черные такие вставки, черный пластик. Также черное дерево. И видите, здесь амбиентная подсветочка, такие точечки маленькие. Также ромбики прослеживаются вот здесь. Шайба скорости переключения передачи, электроручник. Подогревы разные. И что мы еще видим? Здесь установлена акустика от Meridian. Уже здесь черный потолок. Это мне, конечно, нравится. Это выглядит дорого и богато. Я сел на задний диван позади себя. И что мы тут можем наблюдать? Здесь тоже, видите, такая вставочка черного цвета, на котором выграверные ромбики. Все под один стиль. Также можно пассажирское сидение двигать. Здесь для этого, кстати, все работает. Климат-контроль. И есть два выхода USB. И на подлокотнике пульт управления музыкой. А на двери стеклоподъемники, вентиляция и подогрев. Чему я удивился? Смотреть вот эти подголовники передних сидений. Что-то здесь, вот это какая-то выемка. Не знаю для чего. Можно сюда телефон, кстати, положить. Вот так. Давайте посмотрим, что за каталоги здесь приставлены. Kia Ray. Такая небольшая машиночка. Монинг А-класс, грубо говоря. К9, К5, К8. Тут Kia Bongo. Электрический, кстати. Kia Niro. Есть электрик, гибрид. Тоже Bongo. Kia EV6. Это электрокар от Kia. И, кстати, в версии GT он самый быстрый среди корейских электромобилей. Mohef. Это уже рамный внедорожник от Kia. Seltos. Небольшой кроссовер. Sportage. Он, кстати, недавно вышел там. Буквально год назад. Kia Sorento. И Kia Carnival. Мини-вэн. Машины я вам показал. Теперь давайте зададим К-мастеру. Вопросы, которые нас больше всего интересуют. Связаны они с кредитом. Для начала нужно ему представиться. А Валера будет мне помогать. Так как он корейский знает намного лучше меня, он будет переводить. Так, его зовут, значит, Пак Пьенхо. Он работает в Сеуле, получается. Мадельный автосалон находится в Мадельном автосалоне. Переходим тогда к интересующим вопросам. Какая процентная ставка по кредиту? Кредитный автосалон – 2 месяцев после 10 до 10, а даже 5 лет. максимальный период kho入 кредит. Значит, если есть кредитная карта Сундаи, значит получается, если на три года, 36 месяцев, 30 км, 2.5%, 2.5%, 2.7%, 2.7%, 2.7%, и если 5 лет, 5 лет, 2.9%, 2.9%. Однако, со стороны, есть кредитная карта, который сходится на 1%! То есть, если 4000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000. Причем, это значит, что у него не только 1%, но иностранство, чтобы, значит, кредитная карта, значит, вывода должна, значит, перекрыть первую взнос. первый взнос должен быть 1 процента ну по идее но иностранцам скажу как бы по своей практике где-то по 10 процентов капитала не требует 10 первоначальный взнос за машину значит если машина получается стоит 30 миллионов 10 процентов это где-то 3 миллиона получается карта лимит на карту должен быть минимум 3 миллиона чтобы он этой карте кредитный обстанная мог закрыть получать первоначальный взнос 1 процент но иностранцам тяжелее 1 процент а какие визы нужны для покупки кредит иностранцам f4 на f5 и выше и еще надо работать обычно на ст. ду откажут но в принципе официалка не обязательна главное чтобы была кредитная история положить что было не было там всяких задолженности допустим если человек хочет взять за наличку какая вообще скидка максимальная может ожидать то есть скидок нету скидок лучше расплачивать и даже получается если карта хендайз то даже если лимит маленький то они ну капитал старается вот этот лимит как бы на покупку именно увеличить чтобы человек мог купить получить какую-то выгоду вот эти пункты накопить скидки получить поэтому получается чем наличка лучше покупать восемнадцать месяцев соренто соренто гибрид восемнадцать месяцев спортич гибридный начинали 6 или 6 это электрокар получается помощь от государства там смотрят место проживания где-то 9 до 10 минут это независимо от комплектации там же есть допустим и вы 6 джетти а есть просто обычный и вы 6 но двух видов для комплектации все получается в этой другой как ну вот так она там из вот детей самому слову антену пану манагу ужин там где-то 50 процентов только от этого джектора спортивной а если какая-то неустойка за досрочное погашение кредита или не наоборот и проживание этой программы вылечивание к ручке или только в течение года если вы блачу учили то там 2 процент как раз так и все зависит от это тему человеку Для кредитного рейтинга надо смотреть все индивидуально ЛПД чады есть? ЛПД чады Обычные люди тоже могут КАТ КА8, кстати, есть КА5 тоже есть КА5 тоже есть А на газу он на сколько дешевле сравнивать с бензином? КА5 32 800 примерно 33 миллиона это престиж начинает Это, короче, без налога, но там еще налог будет Ну вот это 7%, да? Или еще помимо 7% еще какой-то налог есть? Это 7%? Да А, 7%? Да А, 7% Понятно, да? Это, значит, цена вот эта Вот пока на данный момент вот эта цена 36,990 миллионов Но это цена для инвалидов, ветеранов войны У которых есть эта бахчекарта, значит, для нас это не касается Значит, всегда, примерно, надо еще 3%, 10% где-то прибавить И в итоге получается 17%, да? Налог, переоформление Еще 6,7%? Да, 7,7% А можно у него знать Если, допустим, человек посмотрит мое видео и захочет купить машину, они сделают какую-нибудь скидку по-братски? Ну вот он как говорит, в любом случае, кто, если придет тот, кто посмотрел это видео, например, то в любом случае он постарается максимально сделать какую-то все скидки туда прилепить и на максимуме это выгодно Просто мне знакомый говорил, если, допустим, покупаешь машину в наличку Но это было еще в 18-м году Он покупал аванту и ему сделали скидку около миллиона рублей Это раньше, раньше у нас тоже вот там берешь на газу полтора миллиона Полтора миллиона? Да, сейчас уже нет? Сейчас нету, да, ничего такого? В общем, сейчас такая ситуация в автомобильном мире, что даже имея денег нет машин И поэтому, ну, скидок никто особо не предоставляет Ни в Hyundai, ни в Kia, ни в Renault, Samsung и так далее Интересно, а вот Swipcha тоже так же, наверное, да? В Renault чуть-чуть есть скидки еще остались на такие дорогие модели, но тоже постепенно исчезали В Kia и Hyundai, так как машины ждать очень долго, фактически таких, ну, скидок больших уже нету, как раньше И еще такой вопрос, сейчас появилось много гибридных версий у Kia И люди, в основном, какие машины сейчас покупают? Гибридные, ну или обычные там двигатели, бензиновые, дизельные и так далее Гибридные и так далее Короче, если взять по продажам, значит гибрид первое место, потом идет бензин и дизель Но дизель сейчас постепенно сокращает его все меньше и меньше Потому что выбросы, да, вредные выбросы больше В Европе там тоже где-то отказались или окажутся всем, поэтому будущего у дизеля как бы нету Гибридная версия, да И разница между ними, если взять, допустим, одинаковые комплектации, но гибридная версия или там бензиновая Какая разница в сумме? Вот модели, конечно, будут свои там хвостики, но примерно 3-5 минут разница в сумме, гибрид получается дороже А при покупке на гибрид есть какие-то млоты, не знаю там, налог может меньше А, а, значит, это общественная портовка на 50% дешевле НДС на покупку на покупку Читыхсэ вольманая а где-то ндс при покупке машин 500 400 тысяч будет тоже скидка плюс еще скидка самой на гибридную модель 1 миллион четыреста получил ну это если выплачиваешь один раз как бы там но конечно это плюс те кто использует а при стоянку общественно для них конечно звать какая гарантия на авто она везде по паре одинаков значит пять лет или сто тысяч на двигатель и коробку и три года или 60 тысяч пробега то есть кузов 2 и там багажник на все как или банк и хума 3 года или 60 тысяч рублей а на электрокар какая гарантия короче по горит отдельные условия по гарантии на электромобиле есть отдельный центре поэтому да я могу как и еще не то время покупать все массовые еще сроки доставки электромобили очень большой до сих пор еще то что нет вот эту центру всяких еще немножко немножко чуть-чуть проблематично чиниться обслуживаться это электрокарма инфраструктура еще не так разница как обычно я еще видел по моему них на сайте у них там гарантию дают якобы на электромобиле 10 лет или 200 тысяч километров это только на аккумуляторе только на хуле там 10 лет у нас в ренок кстати тоже 10 лет там или 200 а все остальное все как обычники ну и пожалуй на этой ноте мы будем прощаться именно в салоне если вам нужен автомобиль киа то вы можете обратиться либо к валерию либо непосредственно пока да я оставлю ссылки в описании если вам надо обращайтесь они вам помогут с покупкой авто до свидания и на этой прекрасной ноте мы заканчиваем это видео спасибо что посмотрели вот до конца ставьте большие пальчики вверх подписывайтесь на мой канал те кто не подписан и увидимся с вами уже в следующем видео всем пока пока минуточку внимание мы хотели рассказать валера о том что есть скидки но об этих скидках не говорил сам пак пенхо кардилер потому что это конфиденциальная информация но если вы туда поедете то обязательно максимальную скидку получите он так сказал и у него и в рено естественно тоже все эти скидки есть конечно же единство по правилам соблюдения вот это маркетинга мы не можем говорить о том в открытом доступе да но опять таки хочу повторить скидки они меняются про макси поэтому надо смотреть по факту сейчас интересно почему такие скидки маленькие из-за дефицита самих машин то нет машины спрос здесь а машин нету поэтому ну а зачем делать скидку в себе в убыток когда люди это хотят приобретать автомобили но другую машину очень кто знал что корея когда не будет как узбекистан чтобы не стоять но не ждать машину там несколько месяцев в узбекистане там платили сверху взят ну давали взятку до в корее то же самое ну здесь я конечно взятку не дают но забирают машины из шоу-рума в которых там посидела не одна сотня разных ягодиц но видишь это не только в корее сейчас такая ситуация во всем мире вот именно я читал где-то что чтобы получить новую toyota corolla надо ждать четыре года четыре года за той и королу не знаю такие сумасшедшие есть что получается что есть